Привет вам дорогие зрители канала правильный выбор, в этом ролике я расскажу вам о лучших моделях моющих пылесосов. Atwell F16 Ultimate сразу привлекает внимание своим массивно агрессивным внешним видом. Это редкий тип пылесоса, который сочетает в себе казалось бы ранее несочетаемые факторы. Он беспроводной, вертикальный и умеет производить сухую и влажную уборку одновременно. Внутри пылесоса неустанно трудится бесколлекторный двигатель на 175 ватт, что позволяет ему всасывать пыль и грязь силой до 6000 паскалей. Естественно, для такой мощности требуется много энергии. И она тут есть в виде емкого аккумулятора на 4000 мАч. Разработчики успешно справились с задачей уборки пола вдоль стены мебели, они вынесли чистящий валик на самый край рабочей платформы. И таким образом довели эффективность уборки в углах до совершенства. Кстати, управление в значительной степени переложили на плечи самого пылесоса, а крутящийся валик сам создает тягу для движения. Пользователю остается лишь немного подталкивать и направлять в нужную сторону. Семьи с детьми может заинтересовать наличие ультрафиолетовой лампы, которая дезинфицирует и уничтожает различные вредные микроорганизмы. При этом для человека она абсолютно безопасна. Предусмотрено два режима работы. Максимальный подойдет для сильных загрязнений и уборки ковров, а экономичный для ламината, плитки, линолеума и паркета. Информация о текущем состоянии и режимах выводится на небольшой жидкокристаллический дисплей, размещенный прямо на корпусе. Не забыли инженеры и о чистоте воздуха. Для этого он прогоняется через фильтр HEPA 12 и вдобавок увлажняется. Забота о пользователе проявляется и в обслуживании пылесоса. Вручную ничего мыть и чистить не надо, пылесос самостоятельный и может помыть себя сам с помощью функции самоочистки. Вам даже не придется сушить валик отдельно от пылесоса, он просушится автоматически на базе. Вмешательство пользователя нужно лишь для того, чтобы вылить грязную воду из контейнера. Подведу итог. В первую очередь ATVLF16 Ultimate заинтересует семьи с детьми, но она отлично подойдет и тем, кто хочет максимально сократить время и силы, затрачиваемые на уборку. По соотношению цены и качества это лучший моющий пылесос в нашем рейтинге. По доброй традиции ссылки на эту и другие модели из ролика будут в описании. Поэтому если вам уже захотелось или вдруг еще захочется купить какую-то модель из подборки, то сразу загляните туда. Тем более, что там вас уже заждался небольшой приятный бонус в виде промокода. Arnica Hydra Rain Plus ET12110 – мощный и универсальный пылесос в традиционном корпусе, но с весьма нетрадиционным запасом функционала. В качестве пылесборника используется аквафильтр объемом в 10 литров. Производить уборку модель может в сухом и во влажном режиме. Для влажной уборки подходит любой тип напольных покрытий, а также обивка мебели и ковры. Особая система фильтрации воздуха может использоваться не только при уборке. Набрав воды в пылесос и включив его на некоторое время, можно очистить воздух. Комплектацию производитель кладет весьма богатую на все случаи жизни. Здесь и турбо-щетка, и универсальная, и набор узкоспециализированных щеток, шланги, соединители и первичный набор очищающей химии. Вместимость бака позволяет пылесосу собирать до 8 литров грязной жидкости. Дополняет весь этот ансамбль возможностей фильтр HEPA-13, который задерживает большую часть микроскопических вредных организмов и аллергенов. В своих отзывах пользователи эту модель хвалят за высокую мощность, достаточный объем пылесборника и огромный спектр возможностей и функционала. Но отмечают, что пылесос будет неудобен в компактных квартирах, так как обладает внушительными габаритами. Не забывайте ставить свои лайки, друзья, и делиться своим мнением в комментариях. Это не только весело, но и помогает нашему каналу развиваться. Томас Твин XT565 использует в качестве пылесборника свою собственную систему под названием Аквабокс. Технически это тот же аквафильтр, только вид сбоку и работает по схожей механике. Вся пыль и грязь прогоняется через водяной заслон. И даже для этого торговая марка Томас придумала отдельное название WetJet. Это такая водяная стена на входе в аквафильтр, через которую проходит весь поглощаемый воздух, оставляя вместе с частичками воды пыль и грязь. Пылесос способен не только на сухую уборку, с влажной он тоже справляется отлично. За это отвечает отдельная насадка, которая сначала разбрызгивает воду, а затем ее же собирает. Система управления позволяет точно подобрать нужный режим под необходимый тип покрытия. Мощность двигателя внутри модели чуть меньше, чем у предыдущей 1700 ватт. Хотя и размер корпуса тут гораздо компактней. Заявленная мощность всасывания составляет 325 аэроватт. Комплектация вместе с пылесосом предполагается богатая под разные виды уборки и для разных покрытий. Модель понравилась пользователям, положительно отзываются о качестве уборки, достаточном уровне мощности и удобстве обслуживания. Совсем немного ругаются на шумность. Morphe Richards MR3-200 представляет из себя весьма необычную модель по многим аспектам сразу. В первую очередь она предлагает бескомпромиссный вариант только влажной уборки. Основными действующими лицами выступают две круглые швабры, которые вращаются, собирая мусор и одновременно вытирая пол. Аквафильтр в качестве основного пылесборника здесь тоже имеется, но работает довольно специфично. Размещен он не внутри пылесоса, а на внешней базе, то есть периодически во время уборки необходимо разгружать пылесос от грязной воды во внешнюю базу. Такой подход позволяет заметно снизить вес самого пылесоса и при этом сохранять чистящие элементы, в данном случае щетки в чистоте длительное время. Также интересно, что вся грязная вода, поступающая в аквафильтр, фильтруется, поэтому может использоваться повторно максимально до трех раз. В пылесосе есть функция отпаривания, которая позволяет выдавать до 20 граммов высокотемпературного пара в минуту. Но это еще не все. Здесь есть даже функция полировки, с помощью специальных насадок она бережно ухаживает за деревянными покрытиями. Правда, есть небольшой нюанс, насадок в комплекте нет. Все управление моделью сконцентрировано на рукоятке, а на небольшой ЖК-дисплей будут выводиться выбранные параметры и текущее состояние. Модель довольно специфичная, скорее больше смахивает на электрошвабру, чем на пылесос, тем не менее, пользователям она понравилась. За отличный набор функционала, качество уборки и приятный внешний вид. Dream H11 – классический вертикальный пылесос с достаточно высоким уровнем мощности и всасывания. Механизм сбора пыли позволяет производить одновременно и сухую, и влажную уборку, то есть одновременно может убираться и мелкий мусор, и жидкости. А при использовании моющего средства пол еще и эффективно отмывается. Производитель уверяет, что встроенного резервуара для чистой воды на 900 мл должно хватить чуть меньше, чем на 160 квадратных метров площади. Во время уборки валик щетки самоочищается за счет встроенного скребка, а после установки пылесоса на док-станцию эта процедура продолжается. Полного заряда батареи на 2500 мАч должно хватить примерно на 30 минут стандартной уборки. Управлять пылесосом довольно просто, как физически, так и электронно. Физически его нужно лишь просто подталкивать в нужном направлении, так как основную тягу как раз и создает крутящийся ролик. Мониторить происходящие процессы можно непосредственно во время уборки, так как дисплей установлен на верхней круглой грани пылесоса прямо перед глазами пользователя. Сюда будут выводиться возможные ошибки, состояние батареи, текущий режим. Пользователи модель в хвалят за эффективность уборки, приятный внешний вид и удобство использования, но отмечают, что к пылесосу нужно приспособиться. Xiaomi Dream Robot Vacuum Mop F9 – это робот-пылесос с возможностью влажной уборки. Внутри установлен бесщеточный мотор с высокой мощностью, который обеспечивает силу всасывания в 2500 паскалей. Помимо изначального планирования маршрута, робот с помощью датчиков умеет ориентироваться в пространстве непосредственно во время уборки, периодически сканируя окрестности. А высота корпуса всего в 80 мм позволяет ему заезжать под диваны и кровати. В зависимости от типа загрязнений можно выбрать три режима влажной уборки, которые будут использовать воду в разной степени интенсивности. Кроме того, интеллектуальная система следит за уровнем подачи воды на швабру, чтобы не образовывалось луж, и при этом воды было достаточное количество. С помощью мобильного приложения можно управлять роботом издалека, устанавливать зону уборки, переключать режимы или откликнуться на зов помощи, если робот где-нибудь застрял. Модель очень популярна среди пользователей, хвалят качество уборки, удобство управления через смартфон, удобство обслуживания. Немного ругают его за редкие случаи потери маршрута. Polaris PVC R3200 IQ Home Aqua управляется навигационной системой Hero Insight. Именно она отвечает за построение маршрута, а встроенные инфракрасные датчики помогают роботу ориентироваться в режиме реального времени, чтобы избегать столкновения с препятствиями. Пылесос умеет проводить сухую и влажную уборки в автоматическом режиме, разработчики гарантируют просто фантастическую автономность в 150 минут за счет аккумулятора на 3200 мАч. А на этом у меня все, дорогие друзья, я очень надеюсь, что вы смогли найти подходящую для себя модель пылесоса. Если так, то обязательно загляните в описание, там мы оставили для вас все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще там будет лежать приятный бонус в виде промокода, не забывайте ставить лайки и выражать свое мнение в комментариях. А еще подпишитесь на канал правильный выбор. Я с вами прощаюсь, до скорых встреч!